Всем привет, ребята, меня зовут Айвис, добро пожаловать на мой канал, давненько мы с вами не общались, сегодня просто пообщаемся с вами, хочу придать так немножко, минутку мотивации для вас, просто многие у меня спрашивают, Айвис, как ты поборол свои комплексы, Айвис, как ты поборол свои страхи какие-то, как ты признался, как ты сделал это. И сегодня я хочу вам доказать то, что нужно бояться жить по-настоящему, не нужно бояться самого себя, ты должен любить себя, ты должен принимать себя такого, какой ты есть на самом деле, и ты не должен себя самообманывать, поэтому, ребята, сегодня немножко пообщаемся на эту тему, немножко минутка философии будет такая, мотивации, я не понимаю, почему мой штатив трясется, я трясусь, и он тоже трясется, тем не менее, соль, если я буду немножко вот так вот плавать, но я постараюсь максимально не дергаться, хотя вы знаете меня, потому что я такой весь дерганный, вспыльчивый, люблю все делать максимально эмоционально. Ребят, приятного вам просмотра, перед тем, как смотреть это видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой ютуб канал, и подпишитесь, пожалуйста, на мой инстаграм, я, кстати, там сейчас устраиваю конкурс, но когда выйдет это видео, уже конкурс закончится, к сожалению, это будет мой не последний конкурс, поэтому, ребят, если не хотите пропускать такие мини-конкурсы, то, пожалуйста, подписывайтесь, лайкайте мои фотки, я вас там очень сильно жду. Приступаем к видео. Кстати, как вам моя новая картинка? Да, у меня появился штатив, вроде бы я сейчас нормально собрался, нашел уютный уголок, так скажем, вроде бы, ну, мне нравится атмосфера, как я выгляжу, как выглядит зад, но мне не нравится, почему дергаться, я прям вижу, как у меня камера шатается, тик-тик-тик-тик, ладно, постараюсь максимально не двигаться. В общем, ребят, как вы могли понять уже и услышали от меня, то, что сегодня речь пойдет про такую некую философию от моей стороны, и, собственно, как я себя принял, как я себя полюбил, и как моя жизнь изменилась после принятия себя. Этот процесс был очень долгий, на самом деле очень долгий, на сегодняшний день мне 19 лет, те, кто не знают, ну, через две недели мне исполняется 20 лет, у меня день рождения 12 ноября, может, кто-то не знал, так вы будете знать и сможете меня поздравить, мне будет очень приятно, это ровно почти через две недели. И, кстати, сегодня у нас Макрон выступает, у нас уже Великой Меданский час, то есть нам нельзя выходить на улицу с 9 вечера до 6 утра, и сегодня Макрон опять решил выступить, об этом он заявил вчера, и все гадают, что же он скажет, и почему-то все говорят, что нас сейчас опять закроют на карантин, но я надеюсь, что нет, потому что иначе тату под хвост в мой день рождения, так говорят вообще, постараюсь просто без мата сегодня, да, и если я не спраздну в саде рождения, то мне будет очень грустно, хотя, что там грустить, блин, это твоя команда, хотя 20 лет исполняется, как бы такая крупная цифра, такая крупная, ну, красивая дата, как-никак, и хотелось бы этот день провести в окружении своих близких людей, и, блин, будет обидно, если мы не сможем, но тем не менее я спраздную после карантина, если все-таки его ведут. Итак, мой день рождения отменился в ресторане, в котором я работаю, я хотел там праздновать, хотел пригласить много своих друзей, знакомых, но в итоге придется приглашать только близкое окружение к себе домой, и то не все смогут прийти, потому что не все смогут остаться у меня, и немногие любят устраивать ночевку, просто иначе они просто не вернутся домой, их смогут оштрафовать. В общем, ближе к сути, ближе к видео, это так было, минутка саморекламы, чтобы вы знали, что у меня скоро день рождения, и я жду от вас поздравлений. Ребят, ну давайте начнем с принятия себя, каково это, чего нужно начать, как принять себя, и не ищите, знаете, на все оправдание. Я понимаю то, что у меня иная ситуация, я там европеец, у меня там латышский паспорт европейский, я там смогу свободно жить в Европе, путешествовать по Европе и так далее, спокойно на данный момент живу во Франции. Да, это играет роль, очень, даже не маленькую роль, это играет роль. Благодаря Франции я смог открыться миру, я смог показать и не побояться сказать о том, что я гей. Благодаря Франции я осознал это. Но, ребят, подумайте, для чего вы на меня подписаны. Я открытый гей, и если вы тоже принадлежите к ЛГБТ-сообществу, то вы меня смотрите. Благодаря мне, я так думаю, вы решаетесь на какие-то маленькие поступки, признаться там своему близкому другу, что-то гей, или своему близкому вообще кому-либо окружению, вы постихоньку, я думаю, вы признаетесь. Возможно, вы точно такие же открытые, как и я, это тоже круто. Возможно, вы закрытые, и вы не понимаете, что вам делать, как вам жить, до чем я живу, и я нахожусь в России, там, в каком-то маленьком городке. Вот что мне сделать, Авиус, для этого? Ну, во-первых, что вам для этого нужно сделать? Ну, вообще, проанализировать самого себя, прочитать много психологии, смотреть психологов, смотреть темы на ЛГБТ-сообщество. Не только там мои видео, потому что у меня больше развлекательный контент и больше историй из моих жизней. Но, благодаря моим историям, я сам учусь, и вы тоже учитесь, как делать надо, а как делать не надо, понимаете? Давайте представим такую ситуацию, что вы находитесь в каком-то маленьком городке в России, в провинции. Естественно, это гомофобная провинция, гомофобный городок, потому что, ну, как-никак, люди там... Не все, конечно, думтук, но большинство, и они могут открыть по-настоящему глаза на этот мир и насладиться ею по-настоящему, потому что люди там... Не сами люди виноваты, а виноваты правительство, которое не помогает этим людям, потому что люди, как правило, там живут нищете, и из-за этого они малообразованы и агрятся на тех людей, у которых все хорошо. Я не буду говорить за всех, я говорю по статистике и за большинство. Вы находитесь в таком месте, в таком состоянии, и что вы должны сделать для этого, чтобы полюбить себя? Начнем с того, вы должны принять себя, у себя в голове принять и не отрицать того, что вы геи, ребят. Самое плохое, что вы можете для себя сделать в этот момент, это пытаться насильно себя переубедить, то, что нет, я нормальный человек, я, типа, грубо говоря, натурал, и сейчас пойду телочку себе найду, ребят. Нет. У меня такая ситуация была, я буду рассказывать немножко из своего опыта, потому что, как-никак, несмотря на то, что я европеец, родился там в Киеве, но, тем не менее, прожил до 15 лет в Латвии, в Риге, это Европа считается. Но, тем не менее, Латвия это тоже не из самых толерантных стран в мире, это можно сравнить с Россией на самом деле. Там в Латвии есть, конечно, толерантные люди, как и в России, вы же толерантны, вы же меня смотрите, но тоже присутствует вот это вот недопонимание ЛГБТ-сообщества. И какая у меня ситуация была, многие, может быть, знают, а многие, может быть, и не знают, меня очень сильно травили в школе, у меня был жесткий бурен в школе. Не со стороны моих одноклассников, потому что у меня одноклассники были нормальные, а вот именно старшеклассники, из-за того, что я там как-то по-особенному одевался, выглядел, из-за этого они мне себя дразнили и говорили то, что, ой, Педик, подойди сюда, сейчас разберемся с тобой, ну, грубо говоря, да. И в этот момент я не то, что понимаю, что я гей, но я пытаюсь себя переубедить, пытаюсь всем доказать, что нет, ребята, я натурал, и сейчас вам это докажу, я сейчас найду себе девушку, и вы сейчас у меня тут все подпляшете, я такой скандал учу. Примерно такое у меня было состояние всегда в школе. И какова была моя ошибка, то, что я насильно себя заставлял знакомиться с девочками, начинай встречаться с ними, хотя я сам этого не хотел, вроде бы у тебя в голове я хотел этого, просто чтобы доказать окружению то, что я там натурал, и то, что, смотрите, чкуль вы меня тут это оскорбляете. А с другой стороны, я не хотел этого, я к ним ничего не испытывал, и бедные просто эти девочки, с которыми со мной якобы встречались, мне было бы обидно, это типа тоже как, ты как бы используешь девушку, чтобы доказать всему обществу, то, что ты не гей, грубо говоря, да. А для чего? Для чего этот цирк вообще нужен? Кому этот нужен цирк? Чтобы что? А тебе, вот, ребят, если вам вот, у меня тогда было 15 лет, 16, 14, 15 лет, вот такой возраст, школьные времена, да, я понимаю то, что тяжело смело собраться с мыслями и просто признать то, что ты гей. И я вам этого не рекомендую делать, потому что исход может быть очень плохим, зная, где мы живем, да, в каком мире мы жестоком живем. Моя вам рекомендация делать все возможное, если вы уже родились в таких условиях, и вы понимаете то, что кроме того, как переехать, у вас другого выбора нет больше, вот стремитесь к этому переезду. А как переехать, вы спросите, ребят, ну, это элементарно, это уже нужно просто быть образованным человеком, нужно учиться, нужно стремиться, нужно работать, нужно искать возможности какие-то, и поверьте, эти возможности всегда есть. Те, кто хотят, они всегда находят. Я по себе тоже сужу, потому что я очень ленивый человек. Блин, у меня столько возможностей было в моей жизни, и я столько упустил этих возможностей, это не касается там переезда или чего-то другого, а просто там мои карьеры будущие, грубо говоря, да. Я столько упустил возможностей из-за своей необразованности, из-за своей тупости, юности, я столько ошибок совершил, то, что я по сей день нахожусь в школе, учусь, вынужден учиться, сдавать еще в следующем году экзамены, а мне уже 20 лет, ребят, я должен был школу закончить 2 года назад, по идее, как бы. Но да, там сложились такие обстоятельства, что я переехал во Францию, терял там 2 года на обучение французского языка и так далее. Но тем не менее, если бы я собрался с мыслями, если бы я не ленился, если бы я реально учился, уделял там много времени учебе своей, то я бы мог бы уже свою школу закончить в прошлом году, и мог бы уже в этом году учиться где-то в университете, например, или работать где-то и так далее. А из-за того, что у меня даже нету среднего образования, ну, я не могу себя найти, и мне вынужден учиться в школе. И я, когда знакомлюсь с парнями, я говорю то, что я в школе еще. Конечно, они шугаются, ну, камон, кто в 20 лет находится в школе. Ну, в этом нет ничего постыдного. Это жизнь, мы совершаем ошибки, и это нормально. Поэтому, ребят, благодаря мне, я не говорю вам делать так же. Я вам не бог, я не могу вам указывать, что делать. Но я могу вам просто рекомендовать, тем более вы сами спрашиваете, Айвис, что делать в такой случае? Я не могу себя принять, я не могу ничего делать и так далее и тому подобное, ребят. Стремитесь к лучшей жизни, стремитесь к ней. Если бы провинцы родились, есть возможности всегда. Тот, кто ищет, тот всегда найдет, ребят. Есть такая пословица, и она реально рабочего характера. Поэтому, ребят, даже возьмем, к примеру, моего хорошего друга Андрея Петрова. Он родился тоже в маленьком городке. Он там проучился 12 классов, потом просто уехал учиться в Москву. Сделал себя как личность. Теперь он ничем не нуждается. Он живет в Москву-сити, любуется видом, надевается Луи Виттон в Гуччи и так далее. Все. Да, у него есть там проблемы в личной жизни. Но он себя как человека сделал. Он открылся миру. Благодаря своему открыванию миру, так скажем, признанию, что он гей, то, что он не скрывал, что любит макияж, хотя, блядь, за это убить тебя могут. И его до сих пор пытаются убить чуть ли не каждый день. Он не побоялся этого. И, ребят, одна простая мысль. Не бойтесь себя просто. Это не значит, что вы должны 15 лет там всему своему близкому окружению, своим там знакомым сказать, что вы гей. Нет, это не значит это. Вы должны себя как человека сначала поставить. Работать элементарно, быть стабильным в жизни, счастливым в жизни. И тогда, если вам понадобится вот это признание кому-то, то тогда вы уже признаетесь. Ну, ребят, поверьте, не цельтесь никогда. У вас не должно быть приоритетов в юном возрасте, в моем. И если вам вот 16, 17, 18 лет, то у вас не должно быть приоритетов отношения быть. У вас должно быть приоритетов ваше образование и ваша карьера в будущем. Потому что нет карьеры, нет ни отношений, ни образования, ни денег, ничего у вас нет. И что тогда делать? Ничего. Кто вас полюбит? Ничего. Никто. Разве что, если пойти в эскорт, но это вам нужно. Я не осуждаю людей, которые работают в эскорт-услугах. Это тоже люди, это тоже работа. Ну, нужна ли вам такая работа? Хотите ли вы быть на такой работе? Я думаю, зачем? Ну, типа, я не считаю это чем-то престижным, но это выбор каждого, конечно. И у меня есть знакомые, которые занимались этим когда-то, и это очень хорошие люди. Главное, чтобы вы были хорошим человеком. Если вы хороший человек, то все, у вас все впереди. И поверьте, ребят, отношения, они сами по себе придут. Одна простая мысль, ребят, не бойтесь быть собой. Не бойтесь быть собой. Не берите мой даже пример. У меня другой случай. Я не живу в гомофобной стране, и мне не угрожает опасность, грубо говоря. Я вам не говорю там всем орать, что вы геи. Не нужно этого делать. Для себя примите, найдите близкое окружение, ребят. Если у вас нет этого близкого окружения, я не верю вам. Значит, проблема вас, ребят. Если у вас нет этого близкого окружения, потому что мне писали люди, что авиас, у меня нет ни друзей, никого, никто меня не любит, никто меня не хочет. Сделайте с этим что-нибудь. Ну, подумайте, проанализируйте, почему вас никто не любит, почему вас никто не хочет, так далее. Все очень просто. У вас какая-то проблема в голове, и это отталкивает других людей. Друзей возможно всегда найти. Не бывает такого то, что нет друзей, и не бывает такого то, что тебя никто не хочет принимать. Бывает такое, только если вы конченый человек. Но если вы конченый человек, то я с этим вам помочь не могу никаким образом. Не давите никогда на жалость. Это низко. Я всегда любил давить на жалость, но я понимаю сейчас, что это низко. Не пытайтесь мне давить на жалость, ребят, мол, у тебя у вас нет друзей, вас никто не любит, так далее. Я вас не пожалею, ой, мой хороший, иди сюда, дай я тебя обниму. Ребят, нет. Работайте над собой, сделайте что-нибудь, чтобы вас полюбили. Элементарно. Это так элементарно, ребят, вы просто не представляете. Просто это нужно сделать, и нужно просто принять. Не нужно быть нарциссами, ребят. Откройтесь миру. Начните любить себя в первую очередь. И начните уважать других людей окружающих. И тогда к вам люди и потянутся. И тогда у вас появятся друзья. И тогда вы сможете признаваться этим друзьям, то, что вы гей, или лесбиян, или еще кто-то. Тогда у вас будет гармония, понимаете? Да, они не отрицают того, что люди уходят и приходят. Это нормально. Мы не роботы, ребят. Люди приходят и уходят. Это нужно смириться. Мы живем в таком мире, ребята, что у нас во дворе сейчас просто каждый день умирают люди из-за какого-то вируса. Цените свое время и не теряйте его, пожалуйста. Не теряйте на какие-то мелочи свое время. Делайте все возможное, чтобы стать счастливым человеком. А чтобы стать счастливым человеком, я уже вам перечислил, что вам нужно для этого делать. В первую очередь принять себя и полюбить себя такой, какого есть. Не нужно вам что-либо доказывать кому-то. Доказывайте свою душевность. Тогда у вас будет все хорошо, ребят. Очень надеюсь, что я хорошо высказался. И напишите в комментариях ваше мнение, что нужно для того, чтобы стать хорошим и счастливым человеком. Что нужно сделать для того, чтобы принять себя, больше не депрессовать и так далее. Напишите в комментариях, мне будет очень приятно посчитать. Мы всегда должны помнить о том, что есть зло и есть добро. И это зло и добро будет всегда в нашем мире. Не забывайте про это и никогда не отчаивайтесь. Я вас люблю, целую, обнимаю и до скорого. Пока-пока. Безум.